Дорогие друзья, привет всем! Обзор делаем трактора SF240. Не то чтобы обзор, а более такая фундаментальная информация для вас. В чем она заключается? На сегодняшний день мы видим и наблюдаем тенденцию роста цен, очень большую, на трактора. И этот рост цен идет не одномоментно на все трактора сразу, а цену поднимают по какому-то такому алгоритму. Или это зависит от новой поставки, или это зависит просто от... Друзья, если вы давно смотрите этот канал, но до сих пор почему-то не подписаны на мой инстаграм и хотите узнавать больше информации с первых рук, внизу есть ссылка. Пожалуйста, подпишитесь, поддержите лайком, мне будет очень приятно, а вы дальше смотрите обзор. Спроса на данный трактор, чем больше спрос, тем больше цена. В любом случае, данное подорожание цен на трактора идет по волновому такому алгоритму. То есть дорожают сначала какие-то известные бренды, потом подтягиваются остальные по цене за ними. Поэтому лайфхак сегодняшнего дня в том, что можно трактора вот, то есть, например, интересоваться за технику, которая не успела еще попасть в волну подорожания, и приобрести именно его, чтобы зафиксироваться на предыдущей цене. Потому что если пошла волна, то она обязательно накроет весь тракторный сегмент рано или поздно. То есть обычно это происходит в течение месяца. То есть поднялись, подняли, вот недавно подняли трактор на Донфенг 244 G2. Он стоит тупо 9500, и это очень много, это очень дорого. И мы понимаем, что эта волна сейчас накроет и ДТЗ, и потом следом пойдут лаволы, джимы, а потом и пойдут шифенги. Поэтому на сегодняшний день до основного гребня волны шифенгу еще очень далеко. И он остается вот без блокировки, с блокировкой, и есть еще модель с блокировкой и передним радиатором. Нет возможности вам сейчас показать, но это наиболее такие, вернее, это самый, практически самый дешевый трактор, который имеет трехточку, который имеет принудительное водяное охлаждение, который имеет такой вес, тонну веса. Это шифенг 240, это старт всех трех точек, и он старт всех цен на трех точку. И учитывая то, что он имеет одноцилиндровый 24-сильный дизельный двигатель, и тип ремней у него короткого хода. Вы можете увидеть четыре коротких ручья, что не мешает ему полностью соответствовать таким тракторам, как Сентай трехцилиндровый заднеприводный, или даже Сентай 244, если трактор шифенг идет полноприводный. Поэтому успей купить, как говорится, шифенг по той цене, которая пока еще не достигла своего пика, своего апогея. И, конечно же, есть предложить вам трактор с КМ-186-м движком на 35 лошадиных сил. Это аналог шифенга 350-го, но более бюджетный, тоже не достигшего своего пика, своей цены. Преимущество данного трактора, он высокий, идет резина 9,5 на 24, это ДВ 350-й. И идет очень высокий клиренс, минимальный агропросвет от 35 сантиметров до самой нижней точки. Даже, по-моему, больше, если я не ошибаюсь. Кузов деталье удешевленное, соглашусь, оно дешевле, чем в шифенге идет. Может быть, передний мост там дешевле где-то идет, но он идет квадратный, в шифенге идет такой круглый. Но узлы, такие как двигатель, водяное охлаждение, помпа, коробка передач, она абсолютно идентична трактору шифенг. Возможно, даже прокопирована полностью у него. Видим, что поприятнее внешность у шифенга и менее приятнее у ДВ-шки. Но, тем не менее, трактор дешевле, трактор по узлам тоже как бы неубиваемый. Поэтому обращаем ваше внимание на вот эти две модели. 24-ка и 35-ка заднеприводные. Есть возможность получить трактор с блокировкой передним радиатором с отличительной суммой в 100-150 долларов. С вами был канал Мини Трактор Украина. Подписывайтесь, ставьте лайк. Спасибо за 100 тысяч подписчиков. Мы уже достигли этой серебряной кнопки. Ждем к серебряной кнопке и будем разыгрывать призы. Всем хорошего, доброго настроения. Всем успехов.